Добрый день, уважаемые читатели и подписчики. Меня зовут Семин Иван. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как выбирается платный хостинг. И расскажу, как с помощью сайта 5listing.org вы можете получить 3 месяца бесплатное использование на таком хостинге, как mchost.ru Сам хостинг будет у вас на определенном тарифе и располагаться все у вас будет на SSD-дисках. Но обо всем по порядку. Давайте сначала разберемся, что такое хостинг. Ну, все мы прекрасно знаем, что уже без интернета человечество уже вряд ли когда-то будет существовать. И каждый человек пытается себя в интернете как-то выразить. Кто-то создает корпоративные порталы, кто-то делает личные блоги, там у кого-то куча страниц в соцсетях. Неважно, интернет как бы стал неотъемлемой частью нашей жизни. Я, как и такие же люди, имею свой блог. В этом блоге я записываю какие-то свои мысли, опыт, какие-то свои наблюдения. Больше сначала я писал для себя. Как показала практика, это еще интересно довольно-таки большому количеству людей. И я сегодня хочу вам рассказать, на что я смотрел, чем я руководствовался, выбирая хостинг для своего блога. Что такое хостинг вообще? Хостинг – это, по сути, площадка, на которой вы располагаете ваши сайты. Сайт – это некая совокупность файликов. И эту совокупность файликов хостинг в виде железа и программного обеспечения предоставляет всем пользователям в интернете в виде красивого веб-сайта. Ну, точнее, некрасиво-некрасиво, это уже зависит от оформления. Он просто дает возможность видеть содержание этого веб-сайта. Хостинги бывают платные и бесплатные. Если у вас какой-то проект на цель… Ну, может быть, просто блог, который, я не знаю, раз в год будете писать, и он вам нужен как для записной книжки, то я вам советую, конечно, использовать бесплатные хостинги. Это такие, как на движках blogspot.ru, на самом том же самом WordPress. .com, вот, спокойно создавайте, там на Виксе можете создать и, как бы, не парьтесь. Если же у вас какой-то серьезный проект, и у вас есть какая-то долгосрочная перспектива, что она разрастется во что-то нормальное, и вам не нужны какие-то ограничения, которые есть на бесплатном хостинге, вы хотите потом на своем каком-то вот этом детище еще попытаться как-то заработать, то единственный вариант у вас, точнее, у вас два варианта. Это либо купить платный хостинг у какого-то хост-провайдера, либо купить виртуальный сервер, точнее, взять в аренду и там уже настраивать все, что вам нужно. Но в любом случае оба пути платные. Недостаток бесплатных заключается в большинстве в том, что вы ограничены там по ресурсам, по функционалу, на каких-то говна вот таких бесплатных хостингах вам могут вставлять свою рекламу. Вот, не всегда она бывает хорошая, бывают всплывающие окна, все зависит по-разному. Ну, пример бесплатный, в общем, может быть то же самое, ЖЖ раньше популярный. Вы когда в него заходите, там обязательно какая-нибудь крутится реклама Яндекс.Директа или еще чего-нибудь, там, Гугл.Сенс. Вот, и вы как человек, пишущий там какие-то свои вещи, по сути, на этом ничего не зарабатываете, а хотелось бы. Вот, а если вы берете платный хостинг или, ну, он называется виртуальный, и вы берете еще, допустим, ВПС-сервер, то есть выделенный сервер, то у вас таких ограничений нет, вы можете зарабатывать на этом проекте. Вот, все зависит еще от того тарифа, какой вы выберете, но в этом все по порядку. Главное, чтобы вы поняли, что такое хостинг и, как бы, для чего он нужен. И я вам рассказал, почему именно платный хостинг нужно выбирать для хороших проектов, потому что с бесплатными хостингами нормальные рекламодатели и какие-то там, ну, и доверие пользователей вы не заслужите. Итак, какими критериями я руководствовался, выбирая себе хостинг несколько лет назад? Могу сказать, что домен я покупал на таком регистраторе, как GoDaddy, это американский регистратор, и от него же была возможность виртуального хостинга. Но когда я попытался на нем развернуть просто сайт, обычный шаблон WordPress, и на нем не было практически никакой информации, то сайт тормозил с таким диким ужасом, что я понял, что даже, ну, если сайте находится за океаном, когда у тебя обычная страничка, там, без посетителей открывается 7-8 секунд, это, конечно, очень плохо. Естественно, я стал искать какую-то альтернативу. Читал очень много статей, таких же вот обзорных, где большая часть из них, конечно, была нацелена именно на получение, там, выгоды по партнерской программе. Людям было без разницы, как бы, нормальный хостинг или нет. Главное было написать об этом, иметь свою какую-то аудиторию, впарить им это и брать за счет этого денежку. У меня цели такой нету, все, что я здесь рассказываю, я рассказываю на основании своего опыта, вот, за последние два с половиной года, которые я нахожусь с этим хостингом. Вот. Первый критерий – это, конечно же, надежность. Ну, всем не нравится, когда их ресурс лежит, до него не могут достучаться. Если у вас это какой-то интернет-магазин или крупный портал, то вы от этого, естественно, теряете деньги, клиентов. Вот. Вам это не нужно. Вам надо, чтобы у вас сервер сработал 24 часа, 7 дней в неделю, и так постоянно. В этим мире есть такое понятие, как 6 девяток. Это некая такая доступность, выражающаяся вот в чем. Например, 1 девятка – это, вот она выражается, 9-0. У вас время простоя в году будет 36 с половиной дней. В месяц у вас будет сайт, допустим, лежать суммарно 72 часа. Но, согласитесь, это просто очень дофига. Если мы подберемся хотя бы до 2 девяток, то у вас в году закладывается то, что практически 3,5 дня или, например, 7,5 часов в месяц у вас сайт также будет лежать. Но, согласитесь, это тоже очень много. Если мы подбираемся уже к 4 девяткам, то 52 минуты в году – это уже, кажется, не так много. Организовать все это довольно проблематично для хостеров, и этим могут похвастаться не все. Если же мы говорим про 6 девяток, то это 31 секунда в году у вас сайт может быть недоступен. Имеется в виду не по вине, по вине, точнее, хостинг-провайдера вот этого. То, что там у вас какие-то местные провайдеры могут там не работать – это уже проблема. И непосредственно у них сам сайт у вас для других людей доступен. Вот. За 2 года работы с MC-хостом у меня один раз была авария. И то она была связана не с данным хостингом, а с тем, что их DNS-сервера, они были внешне пиндосные, были без их ведома, там что-то было изменено, в результате чего человек обращался к DNS-серверу, а DNS-сервер там говорил, у меня либо нет такого сайта, либо ссылался на какой-то неправильный IP-адрес. Вот. В итоге ребята из данной компании все быстренько пофиксили, перевезли DNS-сервера быстренько к нам сюда. Может быть, это, конечно, и с санкциями было связано на тот момент, тогда все только это закручивалось. Но суть не в этом. За все оставшееся время, а это, ну там, прошел год после этого, до этого целый год все работало, не было ни единого падения, как говорил один известный персонаж ни одного разрыва. И я вам это докажу. Вот у меня есть тут небольшая заметка про сравнение хостингов. И я пользуюсь двумя довольно-таки известными популярными сервисами, такие как pinkadmin.ru и еще там один, я вам сейчас о нем расскажу. Если на него зайдете, то увидите вот такую сводную таблицу. Это самые крутые хостинги во всем мире, и здесь идет сравнение. Макхост располагается на 24-м месте. Вы думаете, что я вам тут рассказываю? 24-е место всего, и все такое. Вон есть какой-то колокет. Но не спешите, как бы, бежать вперед поезда. Я вам, во-первых, рассказывал, что была некая авария, связанная с DNS-сами ней по их вине, вот, год назад. И вот после этой аварии, посмотрите, аптайм до ней, то есть постоянное время работы данного хостинга, оно уже более года. Если смотреть данную таблицу, то здесь главным критерием выступает как аптайм. То есть вот здесь вот у какого-то немецкого экс-хостинга 1775 дней. Но если посмотреть другие столбцы, например, общее время, DNS-соединение, ожидание, то если вы посмотрите по MC-хосту, то, по макхосту, то вы увидите, что он гораздо более обгоняющий большинство из вот этих хостингов, которые впереди него. Вот, так что, поверьте, он очень хороший. И вот это аптайм, вот в данном случае, при той истории, что я вам рассказал, она, конечно, ничем, точнее, занижена. Второй сайт, который я вам хочу порекомендовать как сайт с рейтингами, это hostingninzia.ru. Здесь, чем прикольнее, вы можете проставить тоже галочки, какую страну вам интересно. Если сравнить рейтинги хостинг-провайдеров по всем странам, то вот макхост занимает лидирующую позицию. Во-первых, он с 2004 года, вот, у него есть уже 7700 отзывов. Отзывы также оставляют, может быть, как и боты, и многие люди, которые пользуются. Вот, вы можете здесь все почитать. Здесь быстродействие, надежность, все, как бы, описано. Вот, дерзайте. Вы, конечно, можете еще посмотреть информацию, почитать. Вот, это я вам просто рассказываю как свой личный опыт и как совет. Так, следующим критерием у нас с вами выступит это техническая поддержка. Вот, ну, как бы, все-все представляют, что если вы с чем-то сталкиваетесь, у вас есть какие-то вопросы, первое, куда вы должны обращаться, это, конечно, техподдержка. Ну, я в большинстве случаев пытаюсь сначала сам решить, если не получается поискать быстрое решение в интернете, если там уже не получается, то есть, если я обращаюсь в техподдержку. Вот, опять же, рассказываю случаи из жизни. Буквально, там, пару дней назад, мой блог, как я понимаю, начали парсить. Вот, за счет чего у меня появилась дикая просадка, я зашел в личный кабинет и начал видеть, что загрузка, нагрузка на мой блог стала 130%, хотя до этого она была в районе, там, 8-12%. Естественно, при такой нагрузке, опять же, большой плюс, что хостинг-провайдер меня не заблокировал, что бывает в большинстве хостингов. Вот, и ребята мне помогли, как бы, понять, откуда растут руки, куда копать, об этом я рассказывал тоже в статье, ссылку здесь можете посмотреть, тоже есть, и в описании видео тоже выложу. Вот. На следующий день, когда я сделал все оптимизационные работы и забанил нужного человека, точнее, даже по сетку целую, там выяснилось, что это мой, точнее, из моего родного города, Нижненовгорода, какой-то хороший, добрый человек пытался, видимо, меня спарсить, не знаю, для чего ему это нужно. Вот, но смысл в том, что после этого у меня пошла обычная загрузка 8-10%. Так что, привет там Нижнему Новгороду. Вот, опять же, есть второй пример. Мне ребята быстро помогли перенести версию движка с PHP 5.6 на PHP 7. Ну, если бы не было тех тормозов, я вряд ли бы стал это делать и вообще заморачиваться, а так, как говорится, все, что не делается, все к лучшему. И, как бы, научился банить человека, и там под сетки, научился переводить, точнее, перевел блок на PHP 7, тем самым ему еще увеличил скорость работы. Следующим является, это у нас ценные тарифы на хостинге. Тут можно долго дискутировать и все такое. Вот, тарифы, как бы, есть те, какие есть. Они не самые дешевые, не самые дорогие. Вот, ну, нужно учитывать, что подрос доллар, это во-первых. Во-вторых, сюда вкладывается и надежность, и все остальное. Поэтому тут нужно это просто принять и понять, надо вам это или нет. Опять же, из этой статьи вы можете получить за счет промокода 3 месяца бесплатного такого тест-драйва и понять, подходит вам это или нет. Если вы будете проплачивать за год все, то вы получите, например, скидку 1000 рублей на тот же самый тариф Mac 15. Вот, есть же тарифы, которые премиум хостинга. Тут уже очень круто, что на сервере располагается не более 10 клиентов, потому что иногда бывает, что на обычном виртуальном хостинге может быть и по 45 тысяч людей и более. Поэтому от этого тоже все зависит, и там идет небольшая такая борьба за ресурсы. Вот, есть и VPS сервера. Тут вы по самому сайту полазите, посмотрите. Еще очень важный критерий, это должен быть удобный такой юзабилити интерфейс, такой френдли интерфейс, который позволяет вам быстро во всем разобраться, чтобы не общаться 24 часа с представителем техподдержки. Вот, опять же, если у вас здесь какой-то корпоративный портал подключен, то сразу есть настроенные корпоративные почты, вы можете создавать ящики, общаться, и у вас будет отличное качество доставки почты на высоком уровне. Поэтому очень все здорово, то есть не нужно держать свой почтовый сервер. Опять же, очень важным критерием является резервирование сайта, потому что оно сделано не у каждого хостинг-провайдера, у mc-хоста, это и есть макхоста. Недавно был случай, когда какой-то очень крутой, британский, не помню, хостинг-провайдер, там был инженер, запустил какой-то скрипт, оптимизирующий все, что там у них, там нужно было оптимизировать с его точки зрения, и в итоге на определенных серверах убил все их содержимое, там были десятки тысяч сайтов, те люди, у кого были бэкапы, наверное, смогли восстановиться, но я уверен, что они ушли с этого хостинг-провайдера, а те, у кого бэкапов не было, и эти ребята из Великой Битании сказали, что у нас тоже бэкапов нету, так что помахали ручкой, наверное, те люди, кто держали сайты, пошли к другим уже заказывать новый сайт, но согласитесь, это очень большой удар по реноме данного хостинг-провайдера и еще большое осознание того, что всегда нужно делать бэкапы. И последний такой критерий – это безопасность самого платного хостинга. Вот ОМС-хоста с тем периметром, за который отвечают они, с этим проблем вообще никаких нет. Вот, в этот периметр входит настройка сервера, операционных систем и их служб, и организация доступа к сайту и к FTP-серверу. Понятно, что есть человеческий фактор в виде веб-мастера, если он криворукий, настроит там пароль 123456 и со стандартным логином админ, понятно, что его взломают, и он будет в этом виноват абсолютно сам. Поэтому тут уже зависит не от, провайдера, все это дело. Еще хочу отметить, что многие люди, я читал тоже разные статьи, когда изучал этот вопрос, в комментариях пишет, да вот автор специально пишет эту статью, чтобы заработать денег, там и все такое. Могу вам сразу сказать, идите вы лесом. Все, что здесь написано, это непосредственно мой личный опыт. Целью данного вообще ресурса и данной статьи является помогать в первую очередь людям с решением тех или иных задач и помогать им в этом. Так что можете проходить лесом, и весь ваш негативный какой-то опыт работы может быть с этим хостер, провайдером. Я не знаю, на чем он основан, в большинстве случаев это, наверное, кривые ваши руки. Ваше мнение, конечно, может существовать, но мне на него абсолютно до лампочки. Если подвести итог, то могу сказать, что хостер очень хороший. Я бы вам рекомендовал на нем зарегистрироваться, если вас все устраивает по деньгам, то в плане остальных всех критериев вы непосредственно выиграете. Вот, зарегистрируйтесь вот по этой ссылке. Сейчас я добавлю, здесь будет промокод, который вы укажете при регистрации, и благодаря чему вы, ну, если положите 100 рублей на счет, это такая защита от ботов, то вы вот на таком тарифе Mac 4 на SSD дисках, то есть у вас будет тариф вот такой вот, там 4 гигабайта SSD пространства, там 5 сайтов можно сделать, нагрузка тут максимально определенная, вот, то вы сможете 3 месяца погонять свои какие-то сайты, посмотреть на производительность, все ли вас устраивает, вот, и уже сделать окончательный вывод. Если у вас есть какие-то еще вопросы, пожелания, то обязательно оставляйте их. В следующих статьях и видео я расскажу о том, как сюда можно перенести, сделегировать свои домены, если они у вас, например, куплены на других регистраторах, как вообще создавать здесь сайты, базы данных, и вообще мы с вами поговорим более плотно о блогинге, вот, о котором я буду непосредственно рассказывать в ближайшее время, потому что мне все чаще задают вопросы, как сделать свой сайт, блог, и все такое, и проще написать об этом статьи и снять видео, чем персонально каждому человеку объяснять одно и то же. Вот, всем спасибо, всем до свидания.